Я его слепила из того, что было, а потом что было, то собственно и полюбила. Помните такую песню? Отличная песня, только строчки, конечно, странноватые. Слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Бред. А, может она из пластилина лепила? Тогда это возможно. Кстати, вот пластилин, интересная история, да? Нефти в земле навалом, навалом, алмазов, ну иногда встречаются. А пластилин вообще откуда взялся? Может быть, его добывают откуда-нибудь? Вообще, есть на земле пластилиново-перерабатывающая промышленность и месторождение пластилина? Вопрос, достойный Галилео. Жизнь в пластилиновом мире похожа на реальную. В отличие от виртуального мира компьютерных игр и рисованных мультфильмов, этот объемный. Обитают в нем вот такие забавные существа, похожие на нас с вами. У них все, как у людей. Они живут в настоящих домиках, ходят по настоящим улицам, учатся в настоящих школах. Откуда они появились? И кто их родители? Родители у пластилинового человечка, как и у настоящего, двое. Белая глина и парафин. Именно из этих компонентов впервые создали пластилин сто лет назад. До этого лепили из глины или из воска. Но глина слишком трудоемкий материал. Она прилипала к рукам, лишая возможности что-то исправить. Воск становился жидким при малейшем повышении температуры. Но именно это свойство помогло экспериментатору. Он смешал сухую глину с парафином. Эврика. Из этих компонентов производят пластилин и сегодня. Товарный вид пластилин приобретает в сминательной машине. Правда, даже из названия легко догадаться, какая неделикатная процедура ждет будущий пластилин в этом устройстве. Зато из него он выходит готовый к новой жизни бруском. Или поленом, из которого папе Карло предстоит сделать буратино. Но произойдет это уже не на фабрике, а здесь, на студии, снимающей мультипликационные фильмы. Что из него выйдет, ты не знаешь. Но он тем и хорош, что он достаточно пластичен. И вот тепло моих рук, да, сейчас превратит его во что-то уже интересное. Всем известно, что пластилин становится мягким, если его перед лепкой покатать в ладонях. Так что для начала будущих пластилиновых человечков хорошенько разминают. Видите, материал стал податливым и пластичным. И режиссер приступает к изготовлению макета главного героя. Он приобретает характерные черты лица, форму и даже характер. А как герой мультфильма оживает? Происходит это здесь, на мультстанке. Можно сказать, что это основное место, где и рождаются мультфильмы. Пусть он у нас немножко потанцует. Начинаем его потихоньку двигать фаза за фазой. Допустим, герой должен поднять руку. Сначала оператор снимает положение руки прямо. Затем поднимает руку на несколько миллиметров. И снимает ее уже в этом положении. И так несколько раз. При просмотре мы видим непрерывное движение руки. Так снимают любое мультипликационное движение. Но самое трудное, заставить мультяшного героя заговорить. Для этого у него должен быть очень подвижный рот, как у человека. Вот герой произносит букву О, и его губы вытягиваются. Говорит А, рот открывается вовсю ширь. При звуке У губы складываются в трубочку. Грибов и ягод здесь хоть косой коси. А уж меха, так просто чудо. И что не пейзаж, то картина. Недаром знаменитые художники, братья Васнецовы, из этих краев родов, как говорят вятские, ребята хвадские. О как! После главного героя художники создают остальных персонажей и декораций. Посмотрите, этот домик создан из пластилина. Не верится? Да и этот паровоз-вокзал тоже пластилиновый. Художники создают мельчайшие предметы интерьера и быта. Всё максимально похоже на оригинал. Сейчас художник лепит будущий гардероб героя. Сегодня это шарф и брюки. Всё пластилиновое. Только иногда для нанесения орнамента или надписи используется гуашь. Краска на жирный пластилин ложится плохо, поэтому её смешивают с клеем. Когда все герои мультфильма и декорации отсняты, мультипликаторы приступают к монтажу. Происходит это на компьютере при помощи специальной программы. В каждом кадре существует несколько слоёв. Это передние, средние и задние планы. Таких слоёв может быть двенадцать. Все слои совмещают в одном кадре. Так появляется объёмная картинка. Жаркие пляжи, снежный Кавказ, бескрайние степи, словом рай. Кубань... На создание одного пятнадцатиминутного пластилинового мультика уходит целый год. И мало кому из персонажей удаётся дожить до его завершения. Пластилин не выдерживает нагрузок и разрушается. А что же происходит с артистами, надорвавшими своё пластилиновое сердце на ниве искусства? Они умирают? Нет. У них начинается новая жизнь. Вот этот разноцветный комок ещё вчера был человечком. А завтра начнутся съёмки нового мультфильма. И он станет цветком или собакой. Пластилиновые артисты умирают, чтобы родиться снова. Вот такая происходит реинкарнация пластилиновой души.